Добрый день, дорогие друзья! Я понимаю, что ветрено. Мы пришли с молодежным православным центром Омутский Благовест на наш ипподром. Хочу показать вам все-таки, какой у нас ипподром. Может быть, уже не в том состоянии, какое есть, но каждый год посещаем. Пройдемте. Я прикрою, чтобы никто не убил. Пойдемте. Вы видите наших молодежь. Тут еще несколько геточек взяли. Мы каждый год, как я уже сказал, посещаем этот ипподром. Здесь немного конечек. Вот такие коняшки. Мы их кормим сахаром иногда. В предыдущие годы мы помогали, подкрасились, немножко помочь, чем можем по силам возможности. Хочу вас представить. Пройдемте. Это главный тренер, который здесь смотрится за лошадьми. Фомин Валерий Алексеевич. Валерий Алексеевич, скажите, пожалуйста, сейчас мы видим, что немножко осталось лошадей. Поделитесь историей. Может быть, какие-то здесь успехи были, какие-то заслуженные мастера. Расскажите немножко о этом замечательном месте. Значит, в 1978 году по решению администрации района, то есть первого секретаря района Сергея Кавасима Петровича, председателя исполкома Андрющенко Андрея Семеновича, было принято решение создать ленинградскую конно-спортивную секцию. Вот. Приехал я сюда в 1978 году и, как говорится, с ноля с двух лошадок начал создавать секцию. Пришли, записались у меня ребята 60 человек. Две лошадки было. Одна лошадка возила с пекарни хлеб в детский садик и в столовую. А потом мы занимались на этой лошадке. То есть я детишек сажал, учил, как сидеть, как управлять, как что. И опять у нас лошадку забирали, опять она возила хлеб, потом мы ездили 60 человек. Но после уборки был председателем колхоза Иван Михайлович Петренко. В дальнейшем был зам председателя ЗСК Бекетова. Значит, купили лошадей, выделил деньги. Мы пять голов первых привезли. Это был июль месяц. И уже на день пахаря, который ежегодно проводился в районе, выехали дети. Успел я, сшил форму, уже настоящую форму конников. Это рединготы красные в Краснодаре нам шили в ателье. Бриджи белые, сапоги заказали, пошили нам. Ну, в общем, шикарную форму. И на день пахаря уже ребята выехали. Первый раз на вот эти пять лошадей. Там все были в шоке. Не видели таких лошадей. Во-первых, выехали там элита. Вся элита. Я из конного завода первой конной армии привез. И Кировского конного завода, значит, Буденовских и Петренских лошадей. Ну, насколько мне известно, у нас в Краснодаре есть гиппадром, да? Да, но... Но вот этот, насколько мне известно, это самый большой в Южно-Федеральном море. Значит, вот в 78-м году начали. В 79-м уже первые ласточки появились. То есть дети поехали на первое соревнование через год. На 9 мая, на День Победы, значит, уже призовые места заняли в Краснодаре, на ипподроме. И потом началась, как говорится, подъем конного спорта в районе. И всадники через полтора-два года уже были в сборной края, ребята. Все виды. То есть конкурс, троеборье и выездка. Ну, это же, простите, что перебивает, это же очень большая помощь в плане такого лечения. Верхом ездить на коняк. Это для позвоночника очень болезнь. Естественно. ДЦП первые немцы начали лечить. Теперь у нас клубы, школы целые. В Москве их несколько. Ребята, детишек, инвалидов сажают, проводят для них соревнования. Паралимпийские игры проводятся для них, для этих ребят. Особенно ДЦП и помогает. Я просто к чему вопросы задаю. Если такая вот у нас есть в Ленинградском районе изюминка, можно сказать, района, который, я насколько знаю, вот мы практически каждый год посещаем этот ипподром. Я просто вижу тенденцию, что лошадей все меньше и меньше. Наверное, это никому не нужно. Ну вот вы знаете, с пяти голов начали мы в 78-м году. Через, было через примерно лет 6-7 уже было у нас 20 голов. И потом зародилась мысль, что сегодня колхоз купит, завтра купит, послезавтра скажет, все, ребята, хватит вам. Но лошадь это не машина. Может сломаться, может что угодно случиться. Поэтому пополнять все время свежим. Тем более уже начали дети подрастать. Уже в сборную края попали. Потом в сборную России попали. После армии у меня Кравченко пришел из армии. Начинал маленьким мальчиком, 10-летним. Он уже с армии пришел, попал в сборную команды Советского Союза. Он проехал Англия, Германия, Чехия, Польша, Словакия. Занимал призовые места. Был призером и выигрывал. В Польше выиграл открытую прыжковую верблю, бриерную скачку, сильнейшую. Ну то есть все было. В сборной края, ребята, были конкурт, краеборья, выиск. Это все три вида конного спорта классические. Создали мы племенную ферму. Начинал я с пяти конематочек, потом довел до пятидесяти. Построили отдельную конюшню племенным лошадям. И через некоторое время была лучшая племенная ферма в крае. Не только крае, в России. Она занесена была в оси каталоги, в государственные племенные книги лошади занесены. И начали мы выращивать лошадей. Своих. То есть и пополняли секцию. Секция эта была, как говорится, не накладная для колхоза. Уже не мог никто сказать, что у нас деньги там тянут. Наоборот, племенная ферма и содержала секцию. Еще давала прибыль колхозу. То есть у нас рентабельность была 120-115%. Чистая прибыль лошади давали 60-80 тысяч в год. По тем временам при советской области это ровно. Ну скажите, а сейчас, ну помимо нашего центра, который приходит, вот где-то покормит, где-то пообщается с этими замечательными животными. Есть ли сейчас вот люди, которые хотели бы учить верховое сделать? То есть вот желающие есть? Да приходят, приходят, вы знаете, приходят и домой, и сейчас приходят. И звонят. Когда с детьми будем заниматься? Когда начнем? Вот недавно буквально на ипподроме я был на площади там. Подходили люди, тоже спрашивали, а когда же скачки, а когда будет? Вот она рядом Павловская. Там не было никогда ничего. У нас считается вот этот ипподром среди районных ипподромов края это лучший. Во-первых, местоположение самое лучшее. Нигде Брюховецкой, за Брюховецкой, аж около этой Катюши там скачат, проводят, не там условий никакие. Да везде, везде. А здесь вот, место расположения лучшее. Комплекс был построен, дети приходили. 60 человек занималось, 60 человек сдали очереди, когда место освободится. У нас здесь 20 голов спортивных стояло, и на старой конюшне 34 головы. 54 головы было под седлом только. Занимались детям. Племенную конюшню довели до 50 канематов, 10 жеребцов-производителей. Потом создали еще, в то время же фермы обслуживались лошадьми. Пришлось создавать, выращивать советских тяжеловозов. То есть ферму создали по советским тяжеловозам. 40 канематов довели. Два жеребца-производителя. Но потом все это осталось. Ну вот сейчас я слышу, вы рассказываете, огромное количество было изумительных коней. По сути, даже можно сказать, мирового города. Мирового? Я, я всю жизнь проработал тренером, заслуженный тренер скаковых лошадей. Похоронены они в конном заводе имени 1-й конной армии. Я пришел на конюшню, по-моему. Принесли меня сначала на конюшню, я еще не умел ходить, а потом так и остался на конюшню. И остаться без лошадей. Вот 4 лошадки. Ну а сейчас, чтобы вот начать как-то вот, ну хоть чуть-чуть как-то поднимать, чтобы опять деточек, там, верховые девочки, как минимум в плане лечения, вот мы этот вопрос уже обозначили. Надо что-то дополнить. Понятно, что финансы везде нужны. Ну, может какой-то ремонт нужен. Может быть, кто-то будет смотреть это видео, захочет помочь. Даже не столько, чтобы лошадям помочь, сколько и деточкам, которым они нужны. Вот все шло к тому. Сохраняли мы семьей, сохраняли. До последнего, до 15-го года мы сохраняли племенной состав лошадей. Сохраняли здесь спортивное конюшня было. В 15-м году хозяева позвонили, сказали. Все, денег нет на карманы налоги, распродавай все. Пришлось распродавать. Жалко, обидно, но что? Деточки, которые занимались, они сейчас поразъехались. Кравченко, который проехал все из-за границы и кругом, значит, сейчас участникам Ростова работает. Эдик Вартыванян, который мог бы здесь тренером быть. Он сейчас, я не знаю, заслуживает, то служил в милиции там, потом где-то у судебных приставов. Галя Рыбьякова, которая тоже начинала здесь 10 лет, окончила институт, бедврач, была здесь бедврачом, тоже уехала. Ну так все вот. И все ребята, как говорится, нормальными людьми стали. Просто нормальными. Ну я думаю, в любом случае, даже если вот так посмотреть, с духовной стороны, это очень созидательно у меня. Ухаженность за животным, общение с ними. Вы знаете, в те времена, значит, только подходили каникулы летние, родители толпой шли и просили, возьмите, пожалуйста, чада на работу, на ляг. Ну какая разница, то они приходят заниматься, но они пропадали целыми днями на конюшниках, то ли они уже, как говорится, и работают здесь. Я прошу прощения, я хочу сделать акцент. Они общались, присутствовали, получали, скажем, духовную и душевную, в первую очередь, радость от общения с животными. Это не сегодня. Они сидят за компьютерами, глаза свои портят, психику свою надрывают, в компьютерных играх всяких, кровавых злых. Я думаю, что это очень нужно сегодня. Ну вот по поводу, вы говорили детей с различными заболеваниями. Приведу вам пример простой. Из хутора Октябрьского, из поселка, то есть Октябрьского, привозили девочку. Вот и супруга, помню. Значит, привезли девочку, первый раз они ее заводили через дверь, она не могла идти, папа и мама ее просто чуть не занесли. Разговаривать не могла, они от нее звука никогда не слышали. Там крик какой-то, или что-то. И вот они ее возили. Мы на лошадочке сажали, и по манежу водили. Начала уже она там обнимать лошадку. Видит? Обнимает. То есть она прижмется к лошадке, вот это тепло, энергетика пошла. И вы знаете, где-то буквально через месяц привезли ее. И так же через ворота заходят, и идут. И дошли уже почти до ворот, она издает из души крик. Вот так, я не знаю, какое животное, которое попало в какую-то ситуацию такую, и из души вырвался крик. Так и у нее. Вырвался крик. Они плакали сидеть. Родители, что? Они никогда от нее этого не слышали. И тут вдруг вот такой крик из души. И все. Она уже сама стала заходить сюда. Ну, а потом все закончилось. Мне ж валится рожица, мы там не можем заниматься с детьми. Мы на энтузиазме до последнего занимались. Светка, дочка, с детьми занималась. До последнего. И зарплаты нам никто не платит ничего. Но дети-то приходят. Мы же не можем сказать, уходите отсюда. Мы не будем с вами заниматься. Я до последнего возле улыбка на соревнования. Уже два последних садника оставалось здесь. Леша была. И девочка одна с сахарного завода. Вот. Ну, вы понимаете, накладная. Повезли на соревнования в Тихорецк. Недлаго у меня прицеп был камень-моска. Загрузил лошадок, их забрал. Это же не то, что легкоатлеты. Портфель в тапочки поставили и поехали. А это нужно загрузить лошадей, карман, все это привезти, выгрузить, все это разместить. Тем более, сейчас платная записка стала. Значит, поставил лошадку, заплатил. Что на самом деле там? За подстилку им заплатил. Детей разместили, заплатили. Ну, то есть поездка мне вышла 5-6 тысяч. Я пошел в администрацию и говорят, на это денег нет. Спорткомитет говорит, у нас тоже на это денег нет. Казаки отказываются, говорят, ну, а мы при чем? Мы тоже безденежные. Пенсия маленькая. Пенсия была 8 тысяч, я за одну поездку 5-6 тысяч прокатал. Ну, и вот, таким образом пришлось и не стыдно было детям говорить, что все, я с вами не буду заниматься. В то же время, ну, две ножки, не просто. А если бы отремонтировали манеж, создали какой-то филиал троевой, какой-то школы или какой-то, хоть какой-то бюджет, ну, естественно, дети бы занимались. Детям это очень нужно. Конечно. А мы можем пройти, посмотреть? Конечно. поездка, посмотрим. Вот, здесь, конечно, все это некрасиво, а было, когда построили, Здесь ничего не было, никаких вот этих вот подстилок, ничего. Тогда же подстилка вся была в колхозе, солома, сено, корма. Я привез накормить на неделю, овес завез, там сено завез, все. Перед манежем должна была быть навес до подстилки, до препятствий, все. Здесь был песочек беленький у нас, чистенько было. Зимой приходили легкоатлеты занимаясь, потому что на улице бегать по дождю так. То есть тут не только лошадьми и легкоатлет, и спортсмены могли заниматься? Чемпионат края, зимний чемпионат края по футболу провели. Побили, правда, нам светильники еще побили. Но они занимались. В административном здании у нас спортзал, небольшой, но он до полуночи. Я не мог оттуда выгнать детворок. У меня там была штанга, у меня там были гири, перекладина. Этот привез из Москвы спорттренажер. Вот они до полуночи. Потом еще Маласельцев создал там, как секцию, на энтузиазм тоже тренер приходил, боксом занимались. Маленький спортзальчик, там он, по-моему, 12 на 6, или даже меньше, 12 на 4 с половиной. Но детей было полночи. До полуночи. Я же говорю, я приду, уже темно, и дети по домам. Родители уже там ждут. Ну, можно еще полчасика, ну, можно часик. Все, вон оно все валится, рушится. Ну, друзья мои, я еще сделаю несколько кадров, чтобы вы посмотрели. Немножко территории. Немножко покажу другие кадры, как мы в предыдущие годы посещали. У меня к вам просьба. Вы видите, что нужный момент, востребованный, для детей, в первую очередь, что больше значимо для нас, чем дети. Дети – это наше будущее. Сделайте репост видео. Может быть, кто-то, да, отзовется, кто-то заинтересуется. И опять возродится этот замечательный ипподром с богатейшей историей. Благодарю вас. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Во время лечебно-верховой езды всаднику передаются двигательные импульсы, аналогичные движениям при ходьбе. Но из-за того, что человек не соприкасается с землей, возникает чувство легкой невесомости, полета. Ширина лошади, амплитуда шага – все имеет колоссальное значение. Но самое важное другое – движение мышц спины лошади оказывает массирующее и мягкое разогревающее воздействие. Ведь температура этого животного почти на 2 градуса выше, чем у человека. Всадника начинает обволакивать мягкое и уютное тепло. В момент езды основным аллюром – это шаг, применяющийся в ипотерапии – лошадь совершает 110 разнонаправленных колебательных движений. Они передаются всаднику. Это импульсы, которые пробуждают скрытые возможности человека. Никакого чуда. Просто особенности анатомии строения тел человека и лошади. Но те, кто занимаются ипотерапией, знают – есть что-то еще. То, что нельзя писать только законами биомеханики. Редактор субтитров А.Семкин